Дорогие друзья, здравствуйте! Музыкант, преподаватель Якутского музыкального колледжа имени Марка Жиркова Андрей Дедюкин. Андрей, здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас видеть, спасибо, что вы нашли время прийти сегодня в нашу студию. Говорить мы будем о музыке. Музыка нужна в любые времена, и позволю себе процитировать Вампилова, что музыка, она нужна людям, когда они веселятся и когда они тоскуют. В любое время, вот на сегодня, какую музыку вы предлагаете своему слушателю? Наверное, к Марии больше вопрос, потому что, может быть, мы сейчас можем подробно поговорить о репертуаре театра оперы и балеты и, возможно, вернуться к каким-то произведениям, которые уже состоялись на Вашей сцене, а какие-то, может быть, мы сможем сегодня продекламировать и привлечь интерес наших слушателей и зрителей. Здравствуйте еще раз. Отвечая на этот вопрос, я бы хотела сказать, что не только сейчас, а вообще по жизни музыка, она спасает наши души, особенно в нынешнее время, не буду подчеркивать, какое у нас нынче время, и я бы посоветовала всем ходить в театры, которых у нас, слава Богу, в республике много, и все наши театры представляем широкий репертуар, начиная от комедийных жанров, заканчивая, допустим, операми серия у нас, и классическая музыка серьезная, и вообще я всех зову к нам в театр, в филармонию, в Саха-театр, в Русский театр. И вообще слушайте, любите музыку. Мы сейчас говорим больше о тех местах, где показывают, рассказывают музыку классическую. Зачем нужна классическая музыка? Вопрос к вам двоим. Вы наверняка это знаете точно. Зачем? Ну, классическая музыка, она потому и классическая, потому что в течение уже нескольких веков она остается все еще актуальной, вот, и это же не просто так, то есть люди испокон веков, они что-то в ней находили, вот, и мы не исключение, и мы продолжаем ее слушать, слушать, исполнять, любить, и вся основная суть, конечно, в структуре. Вот современная музыка, она строится по квадратам, определенный бит, определенный куплет, припев, и ребенок, все время слушающий такую музыку, он начинает формировать внутри себя такое квадратное мышление и начинает заворачиваться его мышление в такую петлю, так называемую. А квадратное, это что имеется в виду, как простые слова? Три притопа, два прихлопа, ну, то есть куплет-припев, куплет-припев. Это вы говорите о музыке, которую мы обычно популярны, да, слышим. Я ничего не имею против такого, но вот сама структура изложения, она все равно формирует наше мышление, наше мироощущение. А классическая музыка, она строится совсем по другим структурным законам и больше похоже на произведения, ну, которые ставятся в спектаклях, там, то есть экспозиция, завязка, очень многое. Кульминация, да, определенная, потом реприза. И вот эти более естественные для человека принципы, они на него влияют более гармонично, и ребенок уже начинает выходить вот за рамки четырех битов. В общем-то, не секрет, что тем женщинам, которые под своим сердцем носят ребенка, говорят, что слушайте вот чаще классическую музыку, вашему ребенку будет приятно развиваться внутри вас. Ну, а потом, когда ребенок рождается, не все родители могут поддержать вот такое настроение, потому что, в общем-то, если ты не пошел, твой ребенок не пошел в музыкальную школу, то ты будешь как раз-таки слушать вот то, что транслируют по телевидению, по радио. Это обычно действительно популярная музыка, вот про которую вы сказали. Два прихлопа, три притопа, или наоборот. И я знаю, что вы как преподаватель озадачены этим вопросом, и вы разрабатываете некую методику, которая должна помочь это исправить. Или я очень дилетантски обсуждаю? Тут это даже не методика, а система обучения, которая предполагает... Ну, вот, допустим, у нас есть высшая школа музыки, да, основанная нашим первым президентом Михаилом Николаевым. Вот она замечательно работает. Но есть там одна проблема, это интернат прежде всего. И ограниченное количество мест. То есть не каждый ребенок имеет возможность там обучаться. А музыка, она же должна быть для всех. То есть мы боремся за право получить нормальное музыкальное образование всем желающим. То есть не обязательно, чтобы у ребенка был слух, а просто чтобы он обучался музыке вне зависимости от того, что будет он дальше идти в эту сферу или нет. И у него был, чтобы у ребенка был выбор всегда, на каждом этапе. Поэтому мы, я вот, например, сейчас вот эту систему пытаюсь внедрить через... Есть такой у нас садик, детский сад, цветик, семицветик. Я там веду кружок, скрипка, укулеле, ну, струнные инструменты. Но это также подготовка, ритмические упражнения, интонация. То есть подготавливаю детей к детской школе искусств. Поверьте мне, любой педагог подготовленного ребенка вот заберет с руками и ногами, потому что, чтобы самому не ставить ему пальцы, не ставить скрипку. Вот. Потом идут детские школы искусств. И после окончания которых ребенок мог бы поступить в Якутский музыкальный колледж, и после колледжа уже в УСВШ. То есть вот эту параллельную линию нужно усиливать. Примеров достаточно. Вот Мария... Да, я сама вот представитель. Да, детская школа искусств, колледж, и потом в УСВШ. Потом отдаленность наших УЛУСов тоже. Скажем, не такая проблема, но все равно играет большую роль. Потому что я сама из Билюйского района, обучалась в школе, в музыкальной школе и там. По окончании школы поступила уже в УСВШ, в институт, получается. А Андрей у нас в детстве обучался. Нет, 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 я тоже вообще к музыке не имел никакого отношения. После девятого класса тоже через колледж, потом... Точнее, тогда называлось училище. Потом ВШМ, потом уже Москва. Смотрите, тогда они из детского сада оба, да? То есть если вот есть вот это призвание к музыке, если есть желание, то, в общем-то, можно и позже, потому что ты тогда сможешь все равно... Конечно, можно. Все равно путь получается сложнее, чем у детей, когда мы обучались. А, все равно? Да, конечно, конечно. Постоянно вот, постоянно развиваться. Просто я думаю, если, например, в детском саду все дети будут, вот, допустим, будет такой преподаватель, как Андрей Дедюкин, придет и будет ставить им пальцы, вот и все, играть. Но это не факт, что всем понравится. Некоторые дети же не захотят, например, скажут, я не хочу. Сколько вот этих историй, когда там ребенка заставляют играть на скрипке, маленько он стоит, вот бедный там, и плачет, и хочет играть в футбол. Поэтому я и говорю, что у ребенка должно быть право выбора всегда, на любом этапе его жизни. То есть садик закончил, хочешь дальше? Да, хочу. Детская школа искусства должна предложить хорошую, хорошую, качественную систему образования без вот этих вот, ну, сами знаете, о чем я говорю. Вот, закончил в дыше, и хочешь дальше продолжать? Пожалуйста. И вот на каждом этапе любой личности с детства нужно предлагать выбор. Я сама, как мама маленьких детей, была бы очень рада, если бы в каждом детском садике представлялась такая возможность. Допустим, я бы руками, ногами была за. Только как родители. Ваши дети наверняка с вашей легкой руки, они все равно получают музыкальное образование, пусть даже это в семье, но все равно об этом же говорится. Они наверняка на ваши концерты там как-то или смотрят, или приходят. Волей-неволей, как говорится. Все равно они уже подкованы в этой сфере. Потом можно я еще перебью? Да. Самое удивительное то, что дети, которые вот в детском саду прямо конкретные наблюдения есть, которые вот занимаются на скрипке там немножко, да, они сразу начинают проявлять себя в других сферах, в других кружках, в каких-то других видах деятельности моментально. Как будто вдохновение такое на все, да? Буквально, да. Два месяца. И вот я в садик, когда прихожу, иду по коридору, и там фотографии вот детей, которые все прошли через мои кружки, но они уже в других сферах уже активно очень участвуют. То есть это развивает моментально вообще личность ребенка. Может быть, музыка классическая вот развивает отлично вот эмоциональный интеллект, да, такую эмпатию, и ты тогда начинаешь лучше слышать себя, лучше слышать свои желания. Вот если ты уже там начал с чего-то попробовал, да, вот ну это же круто, ты на каком-то инструменте научился играть. То вот хочется еще что-то научиться, еще что-то другое, то есть как будто уверенность в себе появляется. Вот поверьте мне, если вы возьмете скрипку, выйдете перед аудиторией, перед людьми и сыграете там какую-то пьесу, то все остальное в жизни вам будет уже не так уж страшно. У нас есть такая музыкант в филармонии, я имя забыла, Березовская, а имя Елена, да. Вот она так часто радует наших горожан, выходя на площади нашего города, и просто так она дарит такую прекрасную музыку. И вот я прошлое лето не могла мимо пройти, даже когда был дым, смог этот, и все равно останавливалась, слушала, и видела, сколько людей делают то же самое. Ну это на самом деле прекрасно и круто, и здорово. Да, она мощно пропагандирует классическую музыку. Почему кроме нее больше никто не делает? Она вот, пожалуй, единственная, кто так активно и так часто выступает, просто так для людей. Смелость, дело смелости, наверное, возможно, я так считаю. Не всякий же выйдет в свое время, да, на людей. Ну вот такая благотворительность получается. Да, получается, да. Она просто так дарит свой талант, раздает его, да. И даже помню, как-то я в соцсетях в ленте увидела, что она публиковала небольшую фотографию, там какой-то человек просто какую-то вот, ну, такую сумму дал ей, но очень символичную, и что-то написал там ей, вот она как-то ценит, вот такое внимание, меня очень это растрогало. И вот, смотрите, дети, которые увидели это, и родители, которые увидят это. А все, да, Валя? Нет, мы сейчас вот буквально через 20 секунд прервемся на короткую рекламу, а дальше вы не забудьте, что вы хотели сказать про детей, и мы продолжим. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире в нашей студии музыканты Мария Михайлова и Андрей Дедюкин. Мы говорим о музыке, в основном о том, насколько полезно и насколько вообще влияет на активное развитие и ребенка, и взрослого классическая музыка. Мы вот как раз остановились в первом блоке на том, что для детей это очень такое вот, ну как, и развитие, да, и какой-то такой вот импульс к тому, чтобы пробовать себя и не только в музыке, и в других ипостасях. То есть открываются какие-то там, не знаю, вторые-третьи дыхания. Благодаря тому, что ребенок может быть там как-то регулярно или просто по желанию слушает классическую музыку. Кстати, это точно так, потому что как-то одно время, я уже не раз говорила об этом в прямом эфире, когда приходят люди вот в вашей сферы, я как-то год приходила на концерты филармонии. И я потом поняла, что я, когда возвращаюсь домой, когда я слышу какую-то вот музыку, которая идет из-за не, с экрана, с радио, которая вот популярная такая, которую я обычно раньше слушала, хиты вот эти попсовые, я не могу слушать. Я отключала, я понимала, что я не могу просто вот, как будто бы я разучилась это слышать, и мне не хочется. Хотя я классическую музыку, приходя домой, не слушала, то есть только там. Но вот все равно какие-то изменения и какая-то переоценка, видимо, произошла. Потом обратно все вернулось на свои места, когда я переставала туда ходить. Все равно вернулась к привычному своему вот такому прослушиванию, тому, что вот я слышу на радиостанциях, московских я обычно слушаю, или вот с телевидения. И мне кажется, так многие люди живут, и как-то, я не знаю, как научиться вот воспринимать, слышать классическую музыку, если действительно это не делается с детства, и если ты не из музыкальной семьи, и если ты вот там внутренне, это не твое призвание. Ну, на самом деле, вот представьте, что вы маленькая девочка, идете по площади Ленина и услышали, как играют на скрипке, да, прямо на площади, мы говорили про концерты на улице. Вот, и как любой маленький ребенок, вы говорите маме, хочу так же, хочу такую же. Вот понравилось. И родители, скорее всего, вас направят в детскую школу искусств, вот, и даже если вы пройдете там испытания по слуху, то там, оказывается, не так-то все просто. Вот там с альфеджио надо заниматься, надо учить, и идет как бы процесс отторжения, потому что вам что-то очень сильно понравилось, но оказалось это не так, не так просто, да. И это отторгает ребенка, и он вообще к этому вопросу не хочет никогда возвращаться. Если бы у него была начальная база, да? Нет, но если будет нормальная, качественная система образования, вот. Если будет то место, куда можно прийти и начать прям вот пошагово, чтобы этот путь сделать простым. И без насилия. Самое главное в детях — это без насилия. Вот именно через привлечение внимания, через... Ну и воспитание личности, конечно. Конечно, трудности будут. Вот. Но есть такой секрет, который я вот всегда использую. Ребенок с каждого урока должен уходить с маленькой победой. Пусть одну ноту, пусть одно движение, но в конце урока он должен это сделать, чтобы уходить с ощущением то, что он может. Оказывается, он может. И не то, чтобы его похвалил преподаватель, а он сам это понял, да? Да, и тогда он придет в следующий раз, потому что если он уйдет с грузом вот этих проблем, он не вернется. Мне кажется, это и для взрослых хорошо работает. Если мы что-то делаем, мы чувствуем от этого удовлетворение, да, и радость какую-то, и внутренне мы с собой гордимся, то мы захотим к этому занятию однозначно вернуться еще. Поэтому психология вот детского образования, она, конечно, достаточно такая сложная. Вам удается что-то сделать вот в рамках города, в рамках республики, чтобы вот такую вот идею, чтобы этот путь сделать простым для того, кто захочет, например, вот так спонтанно прийти в мир музыки, какие-то проекты, может быть, создаете? У вас получается как-то образовывать общество? Или вам нужны соратники, нужна, может быть, какая-то поддержка? Пока я вот именно только в плане скрипки сам прохожу этот путь. То есть детский сад, потом детская школа искусств или сектор педпрактики ЯМК, потом только ВУЗ ВШ. И примеры есть, в принципе. Это не так уж сложно. Просто нужно удерживать ребенка, общаться со всеми преподавателями, быть на связи и вот так вести его постепенно, шаг за шагом, без насилия и агрессии. И умение, вот самое главное здесь, умение чувствовать скорость развития ребенка. Вот, например, когда вы идете по улице с ребенком маленьким, вы не будете идти со своей скоростью. Ну да. Вы будете идти со скоростью ребенка. А ребенок там... Некоторые бывают, что и наоборот. Ребенок со скоростью взрослого. Это же ужасно. Да, я видел иногда таких, я же мама, который... А ребенок, он там цветочек увидит, тут какашку увидит, там ему нужно все исследовать, и вот нужно терпение, чтобы это все идти со скоростью. Согласиться с тем, что для него это так, да. Да, это не просто мамам, тем более мамам, которым нужно еще и не один ребенок, еще и работа, еще еще... А ему тут на скрипке, а когда это все вообще, куда это... Кто будет водить? Такой вопрос. А если еще мама одна и нет папы, или там он отсутствует, то тоже это, конечно, сложно. Возможно, тогда я могу сказать, предположить, что вот ваш выбор в сферу преподавательскую, он очень такой продуманный, потому что в прошлый раз вы были у меня в эфире, сколько-то лет назад, вы были как руководитель одной из известных групп филармонии нашего города, филармонии нашей республики, групп нашего города. Сейчас вы преподаватель, то есть вы так осознанно сменили свой профессиональный статус. Да, конечно, это очень естественный... Ну, это не статус, процесс, да. И потом любой ансамбль, ансамбль, коллектив, вообще все люди, с которыми я когда-то работал, основная как бы цель – это то, что каждый должен найти свой путь. Вот большая проблема многих родителей в том, что они хотят контролировать развитие своего ребенка до конца, до последнего. Каждый ребенок, каждый коллектив, который вы создали, или группу людей, они должны найти свой путь, только свой путь, без вмешательства со стороны взрослых, скажем так. В этом и состоит, наверное, суть жизни. То есть для вас вот эта ваша группа, она тоже была как ребенок, которого вы создали и отпустили. Да, конечно. Любое наше действие, вот какой-то проект – это все наши дети. А иначе зачем? А вы следите за их творчеством? Они же существуют, они играют? И не только они. Вообще очень много потрясающих музыкантов выросло за последние вот 10 лет. Ну и не только 10 лет. И это передается из поколения, будет передаваться. И я вот благодарен жизни за своих учителей. У нас были просто замечательные учителя. Ну, тут есть, конечно, такое непонимание образовательного процесса. Вот я благодарен всем своим учителям за то, что они меня заставляли. Что-таки насилие, смотрите. Нет, не насилие, а вот именно показывали необходимость делания того или чего-либо, потому что без этого не получится пойти дальше. То есть показывали эффект преодоления себя. А Галина Михайловна чего стоит? Да. Вот, например, я до 9 классов был круглым отличником. Учился в физмат-классе. Казалось бы, далеко от музыки. Далеко от музыки, да. Ну вот началась музыка, и я там ничего не понимал. То есть элементарная теория музыки, там музыкальная литература. У меня начались двойки. По музыкальной литературе у Бориса Николаевича Козловского я получил. И тут же по гармонии у Зинаиды Григорьевны Павловой я получил двойку. То есть родители в шоке. Как-то круглый отличник. И тут двойки, двойки. И вот в то время почему-то преподавание было немножко... Ну, относились по-другому преподавать. А почему вы так вдруг двойки-то получили? Пятерки, пятерки и резко так. Вот я не понимал, да. Тогда я не понимал. И вот Борис Николаевич, он заставил меня писать рефераты. Исправлять двойку. Зинаида Григорьевна, она ловила меня в коридорах, вела свой класс и заставляла играть в цифровки. То есть там... Ну, не то, что заставляла, а вот они добивались того, чтобы я что-то освоил. Всё-таки вот иногда настойчивость со стороны взрослого нужна. А видите, это тоже как-то не совсем вот ребёнку нужно давать. Потому что если не можешь, то, ну вот, необходимо преодоление. Вот Станислав Максимович, мой педагог, и Лариса Никитина, они заставляли меня просыпаться в 5.30. Точнее, ну, не заставляли, а вот говорили, если хочешь учиться, если хочешь достичь, то делай так. В 5.30 я просыпался и кушал там, мылся и ехал в автовокзал. И на Первом Табагинском ехал в УШМ, чтобы там полтора часа до начала основных уроков поиграть гаммы. Это уже ваш был собственный, осознанный? Нет, это вот они вот так вот говорили, если хочешь, то преодолей себя. И вот это самое важное и самое, ну, главное для меня. Победа. Да, потому что когда я начал учиться в Москве, там негде заниматься. Вообще негде. Классы все занимают очередь в 6 утра. А у меня уже была эта способность просыпаться рано и ехать куда-то, чтобы там полтора часа поиграть. Вспомнила фильм «Приходите завтра». Тоже про вот такой путь, да? Да. Настойчивость. Поэтому это не заставление, это помощь, мне кажется. Вот. Просто соориентировать человека на то, что для него будет важно. И вот, например, я же играл тогда на скрипке и что-то у меня не получалось, я зажимался страшно. И как-то помню, вот подошел к Станиславу Максимовичу и спросил, а вот в чем секрет вообще красивого тембра скрипки? Именно тембра, звука? Он сказал, раньше в консерваториях был класс обязательного альта. То есть все скрипачи как общая фортепиано обязательно проходили инструмент альт. Он, ну, из него трудно доставать звук, он более такой. Очень много про альтистов анекдотов есть. И он говорит, ты, говорит, давай лет 20, как я, говорит, попробуй, позанимайся на альте, поиграй, помучайся, а потом бери скрипку. Я так и сделал. С 98-го по 2018-й мучился на альте. И потом взял скрипку и вот все заново прошел. Прохожу. Очень витиеватый путь он вам подсказал столько лет, хотя изначально скрипка была. Мы скоро вернемся снова в прямой эфир. Сейчас короткая реклама. Оставайтесь на нашей волне, дорогие слушатели и зрители. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. У нас третий блок до пяти часов. Мы еще можем ваши вопросы выслушать телефоны 32-00-66-32-11-66. В нашей студии музыканты это Андрей Дедюкин и Мария Михайлова. И сейчас в третьем блоке, в самом начале я предлагаю посмотреть и послушать видео с репертуара Марии Михайловой. И режиссера попросим поставить, какое из... А вот уже... ПЕСНЯ ПЕСНЯ Что за фрагменты, с какого спектакля прозвучал сейчас у нас, была возможность немножечко побыть зрителями в театре оперы и балета, и какие спектакли предлагают нашему зрителю в ближайшее время ваш театр? ПЕСНЯ 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 Встретились в театре. Хотя некоторые говорят наоборот, что творческий человек, ему наоборот нужен второй партнер, чтобы такая тихая гавань была, чтобы он наоборот делал пеперамент, возможно, для меня нет. Для меня только творческий человек. Андрей нам рассказал о своем творческом пути, как он пришел в музыку. А как у вас? Я услышала, что вы прошли образование. А почему вы решили связать свою судьбу с музыкой? С детства благодаря родителям я занималась музыкой. У нас была замечательная и есть замечательная музыкальная школа в Кампинской средней школе. И после окончания школы я вообще заранее знала, я всегда выступала, пела. То есть вы не в городе жили? Нет, я в Вилюзском и в деревне. Как раз то, о чем мы говорили, как там. Довольно-таки отдаленный луз. И наши родители, они не ограничивали нас. Допустим, я хотела сильно заниматься музыкой. Мама меня всегда поддерживала. Я участвовала и в Полярной звезде, которая была и есть популярная среди вот этих детских юношеских конкурсов. Потом и другие различные конкурсы. Я ездила много, в страны ездили. И с каждым годом нарастало желание стать классической певицей, оперной певицей. Я после школы сразу поступила в Высшую школу музыки в класс Аннигина Егоровна Ильиной Дмитриевой, профессора, народной артистки СССР. Пользуясь случаем, передаю привет, большой привет своему любимому педагогу. Вообще, конечно, педагоги, когда встречаются учителя у нас и в профессии, и в жизни, это большая удача, когда на них везет. Мне кажется, это во многом определяет и твое предназначение. Это точно. Хотя, наверное, внутри ты все равно знаешь, кто ты. Возможно, просто ты потом ищешь этих людей. В этом основная помощь, конечно, идет от родителей, когда у ребенка что-то и они поддерживают его. Допустим, кто-то увлекается математикой, английским, языками, техникой, робототехникой, как нынче, популярная, да, такое направление, и музыкой в основном. Меня в свое время поддержали, заметили, что вот, возможно, как такового яркого таланта у меня и не было в таком маленьком возрасте, да, но, тем не менее, родители продолжали как бы меня вести по этому пути, и я пришла в свою профессию, чем я очень счастлива, и вообще ничем другим заниматься и не хочу, и не буду, как говорится. А своих детей вы как к миру музыки тоже поддерживаете их в этом, или вы хотели бы для них какой-то, может быть, другой профессиональной истории? Ребенок все равно, у меня два мальчика, и мальчики, оказывается, они такие другие, потому что у нас в семье росли две девочки, был колбак, мы с сестренкой, и у нас был другой мир, допустим, а мальчики, они совсем другие, они увлекаются машинками, роботами, техникой, у них другой склад ума, поэтому я буду пока наблюдать, наблюдать и вести, тоже постараться вести правильно русло. Тут можно я скажу тоже, вообще дети и подростки, они воспринимают нас взрослых как задураков, у них совершенно свой мир, свои интересы, и вот помните фильм «Операция И. и другие приключения Шурика», там лежит этот и говорит, давай, бубни мне про то, как космические корабли бороздят Большой театр, то есть они воспринимают нашу речь, наши какие-то наставления вот именно с такого ракурса, вот, поэтому с детьми нужно разговаривать на их языке, и вот мне, например, очень помогает мой сын, потому что я смотрю, что он смотрит, их тренды узнаю, и вот когда при занятиях с детьми замечаешь, что ребенок вот так немножко закрылся, и вот какие-то словечки вставляешь в речь из их трендов, у них прямо шары такие становятся, и они, он что-то знает, он как бы знает, знает мой язык, да, знает мой язык, и все, и вот это отторжение уходит, и начинается нормальный процесс. И у вас руки только сейчас обратила внимание, очень такие утонченные руки музыканта. На самом деле я вырос в деревне, вот, и, как сказать, утонченные руки, там это не очень приветствуется. Ну для скрипки это как раз. Ну да, и поэтому с какого-то возраста мне запретили там на сенокоз ездить, и все такое, какие-то вещания. Береги руки. О чем я очень жалею. береги руки. Ну а что делать, вот такой выбор нельзя, значит, даже тоже, как ваш рабочий инструмент получается. Ну, потом, если у нас есть время, я очень быстренько скажу, вот сенокоз, ребенок летом приезжает в деревню, к бабушке, купалка, игры, все очень хорошо, замечательно, эсэх. И потом наступает момент, когда вас рано утром будят и увозят за 15 километров от деревни, дают косу там или грабли, говорят, делаешь вот так, и это, начинаешь отсюда и до конца августа. И вот этот процесс, когда каждый день одно и то же вроде бы делаешь, это самый наилучший способ достижения целей. Такой навык нарабатывать. в музыке то же самое, да, нужно начать, начать и продолжать не останавливаться. Вот на сенокозе каждое лето приезжаю и каждый раз замечаю, что первые три дня это кошмар, там, эти кочки, комары, слепни, солнце, в общем, страшно, волдыри на руках. Через три дня земля становится ровной, комары исчезают, солнце приятно светит, все, и ты начинаешь ловить кайф от самого процесса. Мне кажется, это вообще везде, и в спорте точно так же. Да, и вот в музыке, если вы это словите, то уже вам вообще без разницы. В спорте, сказала я, которая никак не дойдет до спортзала уже тысячу лет. Огромное вам спасибо за сегодняшний разговор, такую теплую беседу. Я желаю вам, зрителей, желаю удачных премьер, вам благодарных учеников, и пусть у вас получится вот эта вот ваша система. А слушатели и зрители, я благодарю за внимание, желаю вам хорошего вечера, берегите себя и будьте здоровы, и крепкого здоровья всем нам. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.